Итак, приветствую вас, мои друзья. Настал тот момент расплавить этот тёмно-коричневый осадок. Прямо вот так вот возьму, вместе с целлофаном сюда закину. Не потому что целлофан придаст какое-то там особенное свойство металлу, чтобы не рассыпать. Ладно, я сейчас камеру установлю, его сюда закину в этот тигель. Сверху насыплю вот эту вот буру, тоже заранее подготовил. Плавить будем с бурой. А вот сколько получилась осадка со второго раза. Осадок наиболее такой чистый, хороший, чем первый. Сейчас расплавим в течение нескольких минут. Вылью вот в такую вот форму графитовую чашу, которую я делал в одном из своих видео. Чтобы получился такой хороший, цельный кусочек. Я думаю, в азотную кислоту не обязательно кидать его, потому что металла достаточно много, чтобы он сплавился в один цельный кусок. Поэтому получится просто хороший кусочек. Почущу его и покажу. Так, закидываю осадок в тигель и начинаем плавить. Так, берем наш осадок. И туда прямо его. О, зараза. Пыль еще. Так, ну ничего не прошло. Блин, графит вон сотнил грязи. Так, осадок установился. Сейчас все выгорит, что не надо. Осадок останется на месте, разумеется, и начнет плавиться. Берем буру. Ну, примерно вот столько я отсыпал, я думаю, хватит. Ссыпаем. Она тоже расплавится. Так, ну пойдет пока, ладно. На этот раз я решил плавить в магазинном, купленном графитовом тигеле. Не в своем самодельном, как я показывал. Так как тот тигель слишком маленький для такого объема. Но когда металл расплавится, его не сильно так и много, я думаю, будет. Хотя осадок очень тяжелый, такой чувствую. Так, устанавливаем тигель в печь. Так, сейчас. Ну нормально, самое нормально. Так, накрываем крышку. Включаем муфельную печь. Каждые 3 минуты буду включать, выключать, смотреть, чтобы все аккуратно шло. Ну, дело пошло, все. Через минут 5 заглянем, посмотрим, что там происходит. Открываем. Итак, ребята, первые волнительные 5 минут прошли. Давайте посмотрим. Аккуратно открываем. Наверное, все уже до красна разгорелось. Ну, бура, видите, только начало плавиться. Все уже разогревается. Отлично. Аж немного руки дрожат. Прошли еще 3 минуты. Отключаем. Давайте посмотрим. Я думаю, уже все разогрелось до красна. Да. Видите? Ну, еще выгорает бумага. Бура расплавилась. Тигель разогрелся до красна. О, я ж немного волнуюсь. Знаете? Так переживаю, как, наверное, никогда. Очень сильно хочу узнать, сколько получится. Так, давайте еще подождем 5 секунд. Ну, можно включать. Через 3 минуты еще заглянем. Все уже разогрелось где-то наполовину. Грубо говоря, прошли 10-12 минут. Снова отключаем на несколько секунд печь. Все уже разогрелось до яркого желтого цвета. Видите, как бура уже расплавилась. Все опустилось. Вот. Чуть-чуть пусть газ выйдет. Еще пару раз посмотрю. Раза два и буду уже доставать. Когда все расплавится, я еще дам ей погреться минуты 3, как минимум. Чтобы все на 100% расплавилось. А затем выльем. Чуть-чуть ждем. Ну, можно включать. Вот так вот включать-выключать очень она хорошо работает. Никакой нагрузки нет. Провода, в принципе, даже не греются почти. Многие удивлялись. Но не удивляйтесь. Так, в принципе, прошло еще минут 5. Давайте отключаем. Все расплавилось. Я еще заглядывал туда. И достаем, и выливаем. Я помешивал. И дал минуты 3 прогреться. Давайте аккуратно все быстро делаем. Как раз и. Давай. Так, ну все вроде и расплавилось. Тут и шланг какой-то. Печка греет просто как настоящий ад. Блин, куда бы ее поставить? Куда что-то. Смотрите, не заметил, что это дело с плоскогубцами. Все вылилось. Температура просто бешеная. Бура расплавилась и вроде все вылилось. Это сверху шлам какой-то. Бумага там, разумеется, горела. Сейчас остынет. Минуты 2-3 пройдет, и я покажу. Прошло несколько минут. Все получилось просто супер. Я вообще в шоке. Вот какой кусочек получился. Очень хороший. Очень тяжелый. Я просто в шоке. Это просто не передать словами. Господи. То, что я вижу, это меня просто... Мне аж руки дрожат. Вот так он сплавился. Немного безобразно. Так, фокус. Как мы видим, это просто вообще невероятно, а. В общем, решайте сами. Но то, что я вижу, это просто невероятно. У меня сердце забилось, наверное, 240 ударов в секунду. Сейчас буду плавить остальную часть осадка. Сейчас это сплавлю. Ладно, это показывать я не буду уже. Потому что... Зачем одно и то же показывать? Этот осадок такой... Тоже темно-коричневый. Он более светлый. Я думаю, намного чище. Но он тоже уменьшится в разы. Ладно. Начинаю плавить второй осадок. Сейчас печь остынет. Пройдет минут 5-10. Я не могу просто налюбоваться этим самородком полученным. Вот этот самородок мы сдаем. Идем в ювелирку. Покупаем весы. Куплю весы электронные, если там будут. В общем-то, я звонил что-то. Они говорят, что у них нет пока. Но будут, сказали. Куплю, в общем, весы электронные. Сплавлю этот осадок, а потом взвесим. Посмотрим, сколько здесь. Этот самородок... В общем-то, на доверие продам. Постараюсь продать на доверие. Ну ладно. Сейчас начинаю плавить остальную часть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!